уж верба вся пушистая раскинулась кругом опять весна душистая повеяла крылом о ёлка хорошая жить слушай тут елка нормально жить вот ее возьмем и вон там еще хотим сделать кострик небольшой и он туда пойдем там дерево хорошие не могу ничего поснимать глаза все и ветром и солнцем ярким апрельское солнце самое яркое сейчас вот в заводь такую зашла здесь полумрак и ветра нет мы этот лес не любим ну ладно сегодня просто никуда больше не пройдешь надо было нам все-таки ехать на липовую гору там как-то мне кажется лучше было бы ну ладно приехали сюда так уж пофиг сегодня небо просто голубое при голубое небо голубое при голубое цвет небесный синий цвет полюбил я с малых лет в детстве он мне означал синеву и он мне означал синеву иных начал и теперь когда достиг я вершины дней своих жертву остальным цветам голубого не отдам это такие стихи старинные цвет небесный синий цвет полюбил я с малых лет еще есть такая песня нашла палки я хотела взять шумпуры же воткнуть хотели сегодня шашлыки поделать но думаем друг не пробьемся в лес сможем кострик сделать и взяли сосиски поэтому чтобы их съесть в любом месте можно вот это стопку вот а сидеть там и тут хотим вроде бы нормально здесь же чем не большой маленький такой косточек сделаем посидим сейчас пока особо бродить тоже елка нормально на растопку пойдет там уже как бы выход видите просто снег много поля в снегу не получится особо бродить следующее воскресенье уже будет вербная у меня новая шапка за 400 рублей тоненькая думаю на весну а в берете пока еще а в толстой шапке жарко и вот я такую купила тоненькую шапку долго думала в чем же идти сегодня непонятная погода как бы 17 градусов вроде бы чтобы не жарко и не замерзнуть ладно здесь будем сидеть мама мама короче к острова я как всегда а мне не охота мой ветер даже сюда не знаю как мы стерпом жить и при таком ветре маленький сделаем а то ветер такой дурацкий да сегодня немного перенесли свое следовало вот в эту сторону здесь будем тут как заводь такая походим посмотрим что там вообще происходит паутины стока сказочный пень на котором медведь тренькал трень 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 папоротники скоро начнут сходить есть несколько видов папоротников щитовник потом еще какие-то орляк орляк съедобный смола смола капала он оттуда самые вершины слышно трасса куда-то вот оттуда слышно трасса вот тут тоже если высохнет вот это все жечь тоже хорошо можно будет вот столько еще снегу здесь кружочки такие возле деревьев возле деревьев тепло вокруг них весной кружочки образуются около каждого стволика такой кружочек тут вообще глубоко такая картина на 12 апреля в нашем лесу город перим сегодня солнечно завтра уже пасмурно нужно каждый день выискивать буквально потом дожди пойдут у нас вышло солнце из-за тучи и нагрела снег скрипучий снег задумался чуть-чуть и ручьем пустился в путь снег устал лежать сугробах догони его попробуй мама там костриком занимается как всегда о хорошие палки я сейчас подберу и притащу ветки я типа за ветками пошла мама всегда костровая а я всегда ухожу дрова собирать вот тоже пихта пропадает видите рыжие что-то два года у нас с пихтами происходит в природе нашей не хорошее такое гриб старый какой-то гриб сушеный вот это вообще хороший сухая хорошая на костер хорошо пойдет это тоже уже все гибнет муха опять пролетела очень много насекомых как не держится зима солнце все выше и выше утром рано светло и вечером целый день целый вечер можно гулять что там такое о запахло костром мама развела костер солнце будет природу манит к себе хочется идти куда-то в путь капает отовсюду с крыш ручьи бегут я вам уже показывал но когда-то давно но еще покажу как отличить пихту от елки вот смотрите пупырчатый такой ствол кстати кто-то ножом видимо вот так делал смотрите вот пупырчатый ствол такой смотрите да запомнили и сейчас я пойду вам елку покажу вот а у елки видите какой ствол не такой у елки так вот елка у него такой шершавый не знаю как запоминайте и еще раз пойдемте пихту посмотрим вот пихта нити такими штучками но сосну уж каждый отличит надеюсь тут сосен нету в этом массивчике промежуточное включение у нас сегодня помидоры кетчуп с майонезом сейчас буду нанизывать сосиски там у нас костер мама занимается вот это будет мамина сейчас я еще одну сделаю 6 штук взяли сосисок по молочных если себе еще сделала нормально да сжарилась сейчас на подбросить блеха-муха упала палка дерево не выдержала сна поднять как есть так оставляем тебя счет здесь твоя доля всем по три штуки фу помидоры нам мазалка сделали сосиски хлеб все сейчас поедим сосиски получились нормальные не будем больше подкидывать сегодня ветер да чё-то опасно все порывы такие помидоры бери тарелочку надо тут две тарелки так хороши помидоры ага маленько подороже заплатишь так они вкуснее сегодня костер что-то у нас фиговый ладно не будем да потому что мама свое церковное жгла а всегда я замечала церковное жгешь то уже такое плохо получается так посидим а то бегай за этим костром следи заколебаешься я подзаряжаюсь тут сели уже надоело около костра пресать сосиски хлеб кетчуп сосиски хорошие молочные черкизовские я люблю черкизовские я вчера в магните купила они всегда они на нам костер тепло и так хорошо кто это следить за ним да чё не охота просто будем сидеть но от сильного это ветра вроде мы закрыты да но все равно дует так ну ладно отключаясь будем трапезничать чай на лилия стужаться на тихонько горячий на помидоры доедать хорошо что зимних сапогах пошли ага да сверху припекает а снизу холодно купили маме новые штаны баллоневые потом на все у нас старый ходит такие хорошие купили и сейчас еще у них можно весь апрель весь май ходить у нас и в июне бывает холодно кисть с тоненьким под кладиком сапоги покупали за 430 давно уже все носим и носим я купила себе еще новые сапоги хорошие такие у них все холодно потом покажу вам да я в них даже вот лужи были большие то я в них по городу ходила за 830 за 890 не знаю за сколько забыла забыла за сколько здесь вот не видно из-за лесочка этого как мы сидим на мы сидим на горе и там все идет вниз от нас там лес идет вниз да под горку мы такие на горе сидим может поэтому у нас тут ветер горячий чай с конфетами завершает нашу вкусную трапезу я люблю вот эти сосиски а потом уже когда мы точно пройдем будем знать мы сделаем крылышки дома или чё за маринуем купили мы 4 бутылки газа на лето по 64 рубля до светофория а сейчас он уже стал 100 и 130 светофоре вообще его не стал но нам на лето хватит но жару потом когда костры нельзя будет жить над нами птичка какая-то поет поет мы сейчас сидели и вот тут на горизонте прошел один дяденька и лыжи тащит в руках такие лесные лыжи старичок прошел так по полю птички поют дрозды мимо нас летают какие-то птицы тут такое движение холодно кстати стало так без кострата сидеть холодно да ветер вообще невозможных 11 градусов но холодно вообще я думал ой жарко будет но на солнце тогда может быть и жарко ладно сейчас выйдем давай еще походим долго домой не пойдем еще мы сегодня кое-как до леса опять доехали на же всегда приключения мы сели на остановке то я открыла карту и смотрю ну где автобус туда ждать его не ждать смотрю на линии ни одного автобуса поэтому глюк какой-то на карте или что или мы или думаю маячков у них нет но всегда на этих автобусах маячки были сидим пять минут десять минут автобуса нет на карте их тоже не видно я груш слушать что-то говорю тут такое странное говорю пошли говорю на другую остановку на другой автобус да как бы в другую сторону и поедем говорю там где липовая гора в тот лес другой потому что горю сейчас через две минуты вот буквально через полторы пойдет автобус и мы пошли дорогу переходить только перешли дорогу смотрим идет наш автобус хотя его на карте не было да не изображен дрозды сзади вот и и едем народу и люди-то разговаривают тоже что кто-то 40 минут ждал кто-то пол полчаса потом водитель-то с диспетчершей разговаривает что мне сейчас делать ну нагонять или на обед вставать она ему говорит ну ладно я тебе один круг как поставил буду ты пробки стоял сделаю иди на обед а мы уже тут тоже в общем-то как с ними с водителями так кто все тут разговаривают все я горючок говорю форс-мажор он говорит но все это все горит и резервные все вроде бы это добавили чем короче у них там проблема сегодня кое-как мы доехали до леса с такими остановками ехали там по 10 человек в маленький микроавтобусик напихивалась на каждой остановке ладно собираемся сидеть невозможно без костра холодно эту сумку я шила из зонтика у меня есть такой ролик кто хочет посмотрите вот эта сумка из зонтика она у меня уж старая и зонтик-то был старый и сумка того же же старая стала собираем царские шмотки из какого кино это отгадайте царские шмотки иван васильевич меняет профессию тут сумку мы вышли оттуда из-за на поле солнце тут слепит просто невозможно и тепло сейчас согреемся здесь на поле то такое все тепленькое да здесь даже жарко а там внутри холодно было очень а здесь вот вышли ой так тепло и сам согрелась будем ходить солнышко лучистая улыбнулась весело потому что мамочки мы пропели песенку песенку такую ля-ля-ля песенку простую ля-ля-ля солнышко лучистая улыбнулась весело потому что мамочки пропели песенку ну-ка посмотрим следы где он шел вот это его хлеб можно провалиться вот он лыжи тащил за собой бедняга пошел кататься видимо с утра ты нормально было ну и ветрища ну и ветрища мой дедушка разбойник 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 в самом деле очень знаменит помимо дедушки пройдет все деньги сразу отдает иначе будет бит вот когда мы были маленькие мы любили площадь картонных часов читать и слушать просто обожали мой какие ручьи бегут смотрите это вода чистая с ним там ее можно даже пить слушай меня идея пошли туда вот по-чистому по-чистому туда пойдем а потом вот так вот туда вот эта идея вот эта затея от этой затеи и мне веселее посмотрим чё там куда идти больше некуда там нам не перейти до эту речку а вот это следы от снегоходов превратились в такие полосы и смотрите какой идет из лесу ручей ищем с ним еще соединяются и бежит туда вниз в речку ледяная вода талый снег кстати к нам прилетели жаворонки мы их слышим но не видим ты знаешь что жаворонок это исчезающий вид сейчас где-то середина дня тает интенсивно прям вообще смотрите нам сегодня все-таки удалось встретить первую мать и мачеху этого года до много а утром то не было мы сейчас возвращаемся сейчас такая вот весна за один день все меняется течение дня смотрите здесь вообще река настоящий поток река утром шли еще сейчас вообще в море смотрите море настоящее прям настоящий море смотрите черные скворцы черные маленькие так ну что на этом будем прощаться ничего уже так интересного не не будет мы еще по полям походим немножко и вот дела спасибо кто посмотрел всем удачи всем пока удачи всем пока удачи всем пока удачи всем пока Продолжение следует...